доброго времени суток всем и мы с вами находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения научно-практического центра акме это видео предназначено прежде всего для наших контрагентов которые задают массу вопросов по поводу что как почему зачем каким образом все очень просто очень просто на самом деле предприятие заключает договор о нпц акме этот договор может быть по предоплате предоплатный это может быть договор по факту выполненных работ и соответственно начинается собственно работа почему зачем и как вот на этой странице на которой мы сейчас с вами находимся в разделе услуги 2.3 все очень конкретно и понятно прописано здесь приведены самое главное обосновывающие юридические документы которые обосновывают да позволяют начать эту работу с юридической точки зрения кому это требуется это прежде всего необходимо предприятиям атомной отрасли всего в россии их 512 и предприятия эксплуатирующих источники радиоактивного излучения это практически все нефтегазовые компании россии в той или иной мере они используют подобного рода источники радиоактивного излучения заключается договор обосновывающийся вот этими документами два основных документа это документ от 21 12 2011 года номер 721 вот здесь вот он изложен его можно скачать ну вот он здесь и соответственно документ 2 это приказ министерства здравоохранения российской федерации от 30 12 2014 года служебный для служебного пользования вот эти два документа являются основными для работы по физиологическим обследованиям в итоге что получает предприятие прежде всего давайте я рано перешел к этому проводится обследование заключается договор предприятию предоставляется специальное программное обеспечение вот здесь вот оно находится в разделе обследование сейчас этот раздел открою здесь наши контрагенты и если зайти вглубь посмотреть по любому из этих контрагентов но давайте например зайдем шлем бирже предоставляется специальное программное обеспечение инструкции пользователя но собственно само программное обеспечение предприятие получает специально специализированное программное обеспечение направленное на оценку личности характера темперамента функционального состояния человека работника и как правило это 8 10 12 14 психофизиологических методик предприятие раздает эти программы своим работникам работники проходят обследование отправляют его в лабораторию психологического обеспечения через форму загрузить результаты по фо или по электронной почте в итоге лаборатория получает результаты обследования по конкретному человеку но вот здесь в данном случае это иванов иван иваныч такая безличная личность но это конкретный результат конкретного работника соответственно мы видим его возраст пол образование и так далее вот один из результатов по одной психофизиологической методики всего их я повторюсь может быть 8 10 12 14 16 но одним словом то что требуется нам для понимания свойств личности человека его функционального состояния получаем эти результаты специалист смотрит эти результаты подписывается под каждым результатом получается папочка из ну будем говорить пускай 10 12 вот таких вот результатов листочков что затем происходит затем оформляется так называемое заключение формируется она автоматически с помощью опять же программных средств разработанных лаборатории и соответственно мы получаем результаты в данном случае приведены результаты человека негодного к работе третья группа обратите внимание прописываются основные психологические противопоказания фиксируется заключение вывод по каждому работнику поэтому работнику и даются рекомендации они подписываются значит заведующим лаборатории и специалистам который провел это обследование проанализировал результаты полученных методик в итоге оформляется в лаборатории вот такое вот заключение это форма справки которая определена приказом о котором я уже говорил упоминал вот я его снова здесь открою это форма справки определяется приказом министерства здравоохранения российской федерации 30 12 2014 года номер 34 с этим внутренним приказом определяется вот это самое заключение по пфо здесь приведены фамилии имя отчество дата рождения эта форма вот этой самой справки официально утвержденной министерством здравоохранения специалисты лаборатории отмечают уровень функционального состояния работника уровень психологической адаптации и в итоге делают итоговое заключение вывод выявлен выявлены противопоказания не выявлены противопоказания эта форма справки подписывается заведующим лаборатории и специалистам ставится круглая синяя печать на каждую справку и в итоге полный пакет документов то чем я показывал вам уже то есть вот результат обследования до сшиваются они перешиваются ниточкой здесь ставится на это все дело печать и получается пакет документов 10 12 вот таких вот результатов отдельно идет форма справки по пфо и в итоге вот это получает наш контрагент то есть предприятие получает пакет документов для дальнейших шагов и оформления разрешения работников на право введения работ в области использования или же нефтегазовой сферы или же атомной сферы на основании приказа 721 от 21 12 федеральной службы ростехнадзора получает предприятие эти результаты вот наши данные заключения от лаборатории отправляет это все в медицинскую комиссию той медико-санитарной части в которой обслуживается работники обслуживаются предприятия и соответственно медицинская комиссия на основании этой справки и своих проведенных каких-то медицинских анализов там кровь берут да там отправляют на осмотр к офтальмологу хирургу неврологу и так далее берет эта комиссия вот наше заключение с нашими результатами свои анализы и в итоге для предприятия оформляется вот такая единая справка эта справка определена приказом 721 о котором я уже говорил ростехнадзора соответственно здесь заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования и данным психологического обследования и соответственно комиссии уже выносит итоговое заключение противопоказаний к работе в должности нет или же не есть также ставится круглая синяя печать расписывается председатель комиссии определяется срок пересвидетельствования как правило он составляет один год и соответственно вот эта самая справка отправляется уже в структуру контролирующую структуру ростехнадзора все на этом оформление справки по приказу 721 контролирующий деятельность предприятий она завершена на этом все благодарю за внимание и удачи вам